Фокс, скажи, ну естественно нас интересует больше всего ситуация, происходившая с ВП, много мы знаем о том, что произошло, каково твое мнение вообще на ситуацию с тем, что создалась Astana Dragons, что Na'Vi сейчас под вопросом, Virtus.pro под вопросом, плюс это будет то, что у нас три орги появятся в СНГ или наоборот могут развалиться и в итоге одна Astana Dragons останется? Пока только одни драконы и существуют, а остальные что-то думают, на самом деле я думаю, так как и у меня мотивация и у игроков Na'Vi, наверное, тоже примерно такая же, потому что крупных чемпов нет, что-то хотя бы то, что было в 2006-2005 годах, чтобы поднять какие-то такие призовые, ну чтобы был масштаб без масштаба, ну как, можно так же ездить вот на любой мясной чемп, там, на тот же 1.6 и, ну, тот же эффект. Да, ну а что, разница в том, что ты едешь в Европу, играешь, ну там чуть больше денег и команды другие, и все. То есть нет такого пафоса, как на EAM, еще далеко до этого абсолютно, да, CSGO? Не, ну EAM сейчас, вот как раз они, ESL проводят нормальный у них чемпионат, у них там хорошая студия, так, ну, пафос пафосом, а веса нет у чемпионата, потому что, ну, никто не будет смотреть, ну там, ладно, там, 10 тысяч за первую, окей, что это такое? То есть ты считаешь, от призовых все зависит, да? Ну, конечно, все, всегда зависит от денег. Вот, а насчет ВП и на виду, это вот под вопросом вообще, что команды могут... Я не думаю, что это никак в плюс вообще никому не выйдет. Полностью негативная ситуация, то что основа... И вообще, вот скажи, как ты считаешь, вот у них 6-го числа будет игра, успеют ли они вообще сыграться в пятером, по идее, состав друг другу знакомый? Да, я думаю, успеют, но там просто, прям, чтобы до идеала довести, нужно будет месяца 3-4 им потратить. То есть на Маткетс будет тяжело пройти на инвитейшн, несмотря на то, что нет НИПов? Не, ну, и туда они могут пройти легко, а вот, ну, что-то показывать там против двух французских и НИПов команд, ну, им нужно будет наверстывать. Ну, тяжело набирать обратно. То есть им нужен будет такой же багаж, как у вас, то есть вот типа Копенгаген Геймс, турнир, чтобы на всех посмотреть? Там просто 3 игрока-то остается, Сандрин уходил, уходил он не важно, а... То есть им нужно будет с темплеем что-то, ну, работать очень плотно. Ну, они много играют, да, в Фокс? Ну, да, с темплеем смотрю, да, сидят постоянно в ТСГО. По брату не скучаешь? Ну, ты чего скучаешь? Он уехал буквально неделю назад. Неделю только они на буткемпе, да? Скажи, Фокс, по твоему будущему, вот, говорят, что ты работу ищешь сейчас, и что ты думаешь по поводу игры, что ты думаешь о российских командах, в которые ты мог бы попасть? Ну, вот мы не говорим ничего о Virtus.pro.navi, непонятно там. А тех, кто, вот, например, вот у нас миксами сейчас приехал, и чисто российские темы. Есть вообще перспективы? И что должно случиться, чтобы ты в такую команду попал? Я не знаю, что должно случиться. Чудо какое-то, наверное. Не, ну, это, наверное, нереально. Ну, то есть, чемпов-то все равно нет. Тем более играть в России, что здесь, раз месяц-два ездить сюда на Ван, и все? Смысл? Не, ну, вот, я имею в виду молодые игроки, то, что ты в Европу с кем-то из российских именно будешь игроков ездить. Есть ли у нас перспектива замены, вот, вас, вашего дуэта, братьев Столяровых? Вот, если вы уйдете, что у нас в России останется? Сейзит? Да. Ну, расскажи поподробнее про Сейзит, да? Ну, что, нормально играет. Мы даже пытались РАЖ-3Д создать с ним. Не срослось, не срослось с организацией, то есть, не было никаких финансовой помощи, ниоткуда, ну, не нашлось, и пытались поехать на СВЦ еще тогда. Да, и, как бы, на этом все и закончилось, пошли с Мишей Virtus.pro создавать. Ну, то есть, Сейзит, это, вот, реальная перспектива есть у него, хотя, хотя, не знаю, по игре бывают провалы жесткие. Ну, да, ну, там, нестабильный, но есть над чем работать, конечно. То есть, ты прям видишь перспективу в нем. А еще хотя бы парочку можешь назвать? Парочку. Ну, Латра, не знаю, тоже хорошо играет. Кебакин еще, тот еще, ну, из-за 1.6 нормально стрелял, ну, тоже не хватает иногда координации. Ну, вот, старый МГЦ, наверное, вот, который, вот, кто-то по Ливанов еще вроде играет, да? Ну, Кубик, Латра, ну, тоже нормальный пацаны. Инклюзив, он спрашивает. Ну, просто парень вообще не играет, он ездит только на Ланы, тупо, тупо на Ланы ездит. Ну, он не в сборной просто, даже, я не знаю. Ты за сборную играть будешь, да? То есть, в основу готов играть, пока работу не найдешь? Ну, да. А вот по поводу сборных, как считаешь, ну, можно пробиться хотя бы в топ-4? Вот такой сборной, российской. Не знаю, сложно, но можно, почему нет? А кто, кого основными соперниками считаешь? Ну, понятно, шведы, французы, других кого-нибудь назови. Украинцы, может быть, и датчане. Ну, да, может, проходить топ-5, если с сеткой повезет. Так, ну что, Фокс, ты, я так понимаю, собираешься играть дальше до момента того, как найдешь работу, да? И все. Если найдешь, то ГГХ, да? Не то, чтобы я там сижу сейчас, тренируюсь, что-то, ну, просто сижу, играю, когда делать нечего. А так я плотно занимаюсь этим сейчас вопросом, и все. Ну, тут возраст тоже, понятное дело. Понятное дело, даже нет таких возможностей, как в ЕСЦ, то, что они хоть, у них хотя бы состав есть, понимаешь? А тут даже состава нет. Даже те же самые ЕСЦ, опять же, не найдут какого-то спонсора. Но опять они сидят без зарплаты, и все у них не очень. А как ты считаешь, вот, есть много молодежи у Европы? То есть даже те же поляки, вот, если ты смотрел Праг Челлендж, там было много молодых поляков, которые стреляли очень хорошо, там у датчан есть молодежь, у французов есть молодежь. Может вообще случиться так, что одиншестерские команды старые полностью уйдут? Ну, возможно, останется там Форест с Детрайтом, но они просто еще молоденькие. Вот, и полностью обновиться у нас. Сцена, было ли такое в 1.6 вообще? Было же, по-моему, несколько этапов таких, чтобы приходили новенькие игроки? Не, ну, они как, мы тоже, можно сказать, с Мишей так же появились, но смысл в том, что уходит там человек 10, приходит 1-2. То есть перспективы такие, что нет неким сейчас заменить тех, кто уходит, да? Не то, что неким, но просто уже по-другому все, ну, молодые смотрят на это все делают. Поэтому другие приоритеты себе ставят. Печально, печально. То есть прогноз у тебя неутешительный по поводу вообще CSGO? Да и вообще, в принципе, все молодые, ну, кто появляется в любой игре, там, ну, нет такого, чтобы просто шел какой-то пацан и добивался. Ну, опять вспомню Сейзи, да, как он там в подвале в кликнете постоянно тусил. Ну, то есть раньше по-другому отношение было к игре, из-за этого выросли люди. А сейчас такого нету развития, да? Ну, пока нет такого, ну, не вижу ни у кого. Ну, вот скажи, вот сейчас International уйдет, и много слухов было и в этом году, и по поводу того, что это последний International по Dota, то, что они, наконец, займутся CSGO, чемпионат такого уровня может вернуть интерес к игре, да? По твоему мнению. Там слухи на том, что уберут International, сделают сезонную лигу просто, ну, вот как у Оль. Как Red Call, да. А, нет, я понял. Вот, и там сделают, ну, на две игры, CSGO и Dota. Ну, там чуть, конечно, режут призовые, они, по-моему, другие немного будут, но не знаю, посмотрим, что они. Вот, сижу же 2-0, это сам. Ну, то есть, прям слухи, по-моему, они сходили еще осенью 2012 года на LAN. Все и переходили по этим слухам, большинство авторов. То есть, очень много народу переходило из 1.6 именно из-за вот этого, да? Из-за вот этого. Они крупных чемпов, да, конечно. До сих пор этого нет. Вот, Fnatic ушли, и все, и, скорее всего, орган не вернется в 1.6, ну, в CSGO. Ну, ладно, Fox, все, спасибо тебе большое за интервью. Заболтались мы уже, надо. Вам, вы на отдых заслуженные ходите, а мы сейчас пойдем смотреть The Nation против... Не против инклюзива, против... Чего Латра? Чего Латра? Смотрим сейчас, короче, The Nation против Devices. Devices, которые обыграли Винтра, у нас сенсация на турнире. The Switch поехали домой, и сейчас Hugion вместе с завкостом будут пытаться выбить Fly и компанию. Мы уходим на перерыв и ждем игры, собственно.